Здравствуйте! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня выпуски. Реальная экономия. Почему в барнаульском роддоме нянечек переводят в санитарки? Призрак благотворительности. В Крае обсудили, как сделать работу некоммерческих организаций заметнее. Вековые традиции. Как провожали зиму на Алтае. Режим ЧС снят, но тепло пришло не во все дома. В селе Кусак немецкого национального района практически три недели устраняют крупную коммунальную аварию. Напомним, 31 января в Кусаке произошло два порыва теплосетей. Отопление отключили, но за это время система теплоцентрали перемерзла в половине поселка. 60 километров сетей размораживали метр за метром. Часть трубоотводов к домам жителей приходится полностью заменять. Они уже не подлежат восстановлению. В минувшую пятницу в поселке сняли режим ЧС. Большинство домов уже подключили к системе центрального отопления. Сегодня глава немецкого национального района Эдуард Винтер прокомментировал ситуацию так. Все работы, которые необходимы, были выполнены. Также он пояснил, что людям выдали материал для подключения домов к теплоцентрали. Но в администрации Кусака утверждают обратное. Глава поселка Виктор Палкин сообщил, что заменить нужно еще около сотни метров теплоцентрали и подвезти к ней дома на улице Энгельса. На центральную трассу, которую сейчас сделают, там 15 домов еще должны подключать. А так не все еще подключены к трассе, потому что отводы к домам замерзли. Ну, трубы, да, уже жители кто-то получил, кто-то еще получает. То есть пластиковые трубы временные. В Барнаульском роддоме номер один сотрудников принудительно понижают в должности. К нам обратились санитарки учреждения. По их словам, главный врач заставляет их подписать дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе в должность уборщиц. Рассказывает Яна Аксенова. Из санитарок в уборщице в принудительном порядке. Такой вариант предлагает руководство роддома номер один своим сотрудникам, рассказывают они. Иначе увольнение. По словам женщин, 40 человек из 50 уже подписали допсоглашение к трудовому договору, по которому они становятся уборщицами. В итоге должность понижается, а объем работы возрастает. При этом сотрудники теряют ряд льгот. Дополнительные дни к отпуску, надбавку за вредность, пенсию на льготных условиях, так как будет потерян необходимый для этого стаж. Свои лица женщины показать боятся. Их имена они также попросили сохранить в тайне. Нам перестают платить ночные, но в то же время нам говорят, что мы будем работать так же, как раньше. Сутки трое. В договоре написано, что мы будем работать только днем. То есть дневные мы будем. Выходит, что именно уборщица теперь должна готовить кабинет к операции, разбавлять растворы, обслуживать женщин в родзале, кормить пациенток в реанимации. Все это плюсом к ее основным обязанностям – мытью полов. Сотрудники роддома номер один интересовались у коллег из других учреждений, не происходит ли у них подобных ситуаций. Ответ был отрицательным. По закону перевести санитарок в уборщицы можно только, если они сами согласятся на это. Если имеет место понуждение к заключению трудового договора, в данном случае целесообразно обратиться либо в прокуратуру, либо в трудовую инспекцию. Трудовая инспекция может принять меры, внести предписание, провести проверку. Как выяснилось, в Краевой Минздрав уже обращались с подобными вопросами. Вот как ведомство комментирует ситуацию. Выполняет функции санитарок, не оказывает профессиональный уход за пациентом. Именно они переводятся в категорию прочего персонала. Мы работаем непосредственно с пациентами, с людьми. То есть мы касаемся в родзал, оперблок, реанимации. Это те люди, которые непосредственно общаются именно с пациентами, контактируем. Кстати, с похожей проблемой столкнулись санитарки Пермской и Липецкой областей. Они обратились в суд. Сотрудницы Барнаульского роддома уверены, что без правоохранительных органов им не обойтись. Женщины намерены обратиться в прокуратуру. Мы будем следить за развитием событий. Яна Аксенова, Павел Лауренин. Наши новости. 113 километров федеральных дорог отремонтируют в Алтайском крае. Причем на пятой части из них будет проведена капитальная реконструкция. Как пишет официальный сайт правительства края, наиболее значимый объект – участок Чуйского тракта в Бийском районе. На отрезке протяженностью 21 километр дорожники расширяют проезжую часть, устанавливают барьерное ограждение. В населенных пунктах монтируют шумозащитные краны. В этом году предстоит ввести в эксплуатацию последние 6 километров трассы. Еще один сложный для проезда участок Чуйского отремонтируют в Зональном районе. Из-за низины здесь была плохая видимость, что создавало аварийные ситуации и трудности при подъеме большегрузов. Дорожникам предстоит поднять насыпь на 5 метров и заасфальтировать дорогу. Также ремонт проведут в Тольменском, Бийском, Красногорском и Шипуновском районах. Как привлечь бизнес к проблемам благотворителей, а сами некоммерческие объединения сделать более открытыми? Эти и другие темы обсуждали в Барнауле на первом форуме «Новый взгляд». По мнению организаторов, диалог между предпринимателями и общественными объединениями поможет лучше узнать друг о друге. Кирилл Политов с подробностями. Тогда появится переживание, это огромное желание помочь. Эту встречу уже назвали исторической. Впервые в крае на одной площадке встретились руководители благотворительных организаций и представители бизнес-элит. Главная цель – все вместе еще раз проговорить, какая поддержка нужна людям, которые оказались в беде, в том числе и финансовая. Здесь очень важно осознание того, что ты творишь добро. Поскольку наше с вами сотрудничество уже действительно будет 10 лет, а организации «Матития» будет 20 лет, это говорит уже о многом. Потому что мы довольно опытные, но время идет, а бизнес остается бизнесом. И надо, чтобы он приходил к нам, а не мы шли к нему с протянутой рукой. Форум «Новый взгляд» – это 12 некоммерческих организаций. И у каждой есть проект, который планируется в этом году воплотить в жизнь. Так, Барнаульскому детскому туберкулезному санаторию требуется ремонт актового зала. Это же не сегодня надо, не сейчас. Мы согласны, пусть это будет помощь оказана в течение года, возможно, в течение двух лет какая-то разовая помощь. Кто-то, может быть, нам поможет купить новые кресла комфортные. Кто-то купит нам красивый и современный компьютер, потому что он нам просто необходим. В приюте для бездомных «Успех» мечтают о большом доме. Для всех желающих места уже не хватает. Некуда иногда даже куда положить человека. То есть человек приходит, а у нас просто уже все места заняты. И они иногда просятся, говорят, вы нас спустите, мы даже на полу готовы спать, ничем не укрываться. Это лишь малая часть озвученных проблем. Представителей бизнеса на встречу пришло немного. Такая реакция, говорят общественники, вполне предсказуема. Ведь информации о деятельности таких организаций недостаточно. Дело в том, что по результату опроса, последний опрос топ-менеджеров, которые вкладываются в благотворительность в России, 56% топ-менеджеров готовы и дальше жертвовать в благотворительные фонды, именно в НКО, профессиональные НКО, потому что они хотят улучшить среду вокруг себя. К созданию сайтов, продвижению в социальных сетях и в средствах массовых информаций, организаторы уверены, современные технологии должны помочь благотворителям рассказать как можно больше о себе, а значит стать открытыми для предпринимателей. Продолжить начатое планируют осенью, чтобы вновь попытаться решить проблемы тех, кому так требуется помощь каждого. Кирилл Политов, Андрей Печоркин, Наши новости. Жители поселка Леньки Благовещенского района опасаются за будущее местной школы. Зданию, которому уже больше полувека, давно требуется ремонт, но чиновники бездействуют. На электронную почту нашей редакции пришли вот эти фотографии. Школа действительно не в лучшем состоянии, но это снаружи. Внутри, по словам жителей и тех, кто там учится, вполне прилично. На данный момент Леньковскую школу посещает более 80 человек, заверяет автор фотографии. Она востребована и носит имя героя России Григория Ширяева, он погиб в Чечне. Как рассказали наши коллеги из Благовещенской телекомпании, местные власти не раз высказывали предложение закрыть старую школу, а детей возить в соседнюю, которая находится примерно в 7 километрах от этой. Там нужно делать или музей, или что-то там, я не знаю, как можно так у школы закрыть, это надо. Ну, а власти района. Они даже эту тему не хотят говорить, в общем, а жители меня поддержат. Люди собрали подписи на имя губернатора с просьбой сохранить учебное заведение. В воскресенье в Белоярском клубе «Метеор» прошел спортивный турнир. Школьники из Новоалтайска и Первомайского района соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, забеге на коньках и провели турнир по зимнему мини-футболу. Ирина Корчагина расскажет подробнее. Зимоглядно, Данил, к стрельбе готов. Так, предохранитель готов. Будешь сам держать? Да, мы с патиром, да. Огонь. Сегодня только в четверку и в пятерку. Свой личный план по стрельбе из пневматической винтовки Данил не выполнил. Хотя по результатам обошел многих мальчишек на спортивном турнире в Белоярском «Метеоре». На зимние соревнования приехали школьники из Новоалтайска, Березовки, Зудилова и Барнаула. Так, первая пара, приготовились. На старт. Марш! Затойте-ка, едь, едь! Едь, едь! С недавних пор у «Метеора» появилась своя победа. Это говорящая фамилия одного из воспитанников. Миша 4 года. И два из них он занимается на коньках. На этом льду спортсмен занял первое место по бегу на коньках в дистанции 200 метров. Когда я была беременная, сходили на фильм «Легенда 17». И вот еще не знали пол ребенка. И вышли с этого фильма, что если будет мальчик, то будет хоккеистом. Местные жители говорят, что в микрорайоне всего два культурных центра. Школа искусств и этот спортивный центр. До модернизации, которая состоялась при содействии фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева, здесь занималось чуть больше 100 человек. Сегодня их около 700. Даже на каток приходят в три потока. Дети с удовольствием приходят, просто так катаются, занимаются теми видами, которые мы здесь преподаем. Это и настольный теннис, это и мини-футбол, это и регби. Команда «Метеора» по мини-футболу в очередной раз доказала статус чемпиона. А скоро в спортивном центре пройдет еще один турнир, уже к 8 марта. И у Миши Победы есть свой план минимум на эти соревнования. Быстро кататься и всех обогнать. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин, Алексей Фризин. Наши новости. В Алтайском крае стартовал четвертый по счету конкурс «Журналист меняет профессию». Около 60 сотрудников средств массовой информации на два месяца сменят ручки, микрофоны и диктофоны на рубанки, шуруповерты и поварешки. Почему рабочие профессии пользуются у журналистов популярностью, расскажет Галина Юмашева. Телевизионщики, радийщики, газетчики, корреспонденты интернет-изданий в четвертый раз собрались вместе, чтобы на два месяца сменить профессию. Правда, кардинально поменять жизнь на этот срок не удастся. Ведь о своем обучении рабочим специальностям журналисты будут рассказывать читателям, слушателям и зрителям. У журналистов, наверное, как и у большинства людей, которые занимаются творческим трудом, все-таки есть желание освоить какую-то работу руками. И поэтому конкурс жив. Ежегодно в конкурсе «Журналист меняет профессию» принимает участие около 60 человек, пишущие братьи. В этом году они будут осваивать специальности плиточника, столера, гипсокартонщика, парикмахера, мастера татуировки, повара-гончара, мастера ногтевого сервиса, массажиста и автомеханика. В конкурсе я участвую в третий раз. В этом году я пошел на профессию повара. Готовить я не умею абсолютно, а в принципе мне это интересно. Люблю какие-то кулинарные передачи посмотреть, но вот решил на это замахнуться, посмотреть, что из этого выйдет. Конечно, вряд ли все журналисты после обучения уйдут в новую профессию, но знания, полученные здесь, обязательно пригодятся. Хотя бы для того, чтобы лучше понимать героев своих статей и репортажей. Галина Юмашева, Алексей Фризин. Наши новости. Покататься на русской печи, погонять на санях, станцевать с ряженами и самому испечь блины. Все это можно было сделать в минувшие выходные в алтайском селе Новотырышкино, где прошел традиционный фестиваль «Сибирская масленица». Праздник собрал почти 30 тысяч гостей. Это больше, чем в прошлом году. Как провожали зиму на Алтае, расскажет Валентина Аскерова. Вот она, широкая русская масленица. Народные гуляния, шоу, песни, танцы, пляски и, конечно же, вкусные блины. И все здесь, на сибирском подворье, в алтайском селе Новотырышкино. Пойдемте посмотрим, с каким тут разбахом провожают суровую русскую зиму. Тепло оделись, взяли термос и отправились веселиться от души. С самого утра на сибирском подворье уже тысячи человек приехали целыми семьями из разных уголков Сибири и даже из-за границы. И не зря тут есть на что посмотреть. Ряженые масленичные чучела, былинные герои и выставка алтайской продукции. Деревянные шкатулки, сувениры из бересты, амулеты и, конечно же, знаменитый на весь мир алтайский мед. А развлечений было хоть, отбавляй, прыжки в мешках, гонки на санях, метание валенка, битва на ремне. Всего более 30 игровых площадок для детей и взрослых. В гости праздника говорят, что попали в сказку. Праздник вот, не знаю, море позитива, солнце, сегодня такой день. Душа просит праздника, весна, ну, не знаю, какие-то перемены. За весь день на Масленице Новотырышкино испекли около 22 тысяч блинов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Вкусное солнышко мог испечь любой желающий. Среди них Евгений Назаркин выпекать блины он просто обожает. Его самые любимые – с печенью. Евгений, расскажите, как вам процесс выпекания блинов? Замечательно. Вообще очень люблю это дело. Но комплекция не позволяет, поэтому очень редко. Но в Масленицу обязательно. Замечательно. Супер. Сейчас пойду угощу дочу младшенькую. Не обошлась Масленица и без традиционного русского состязания. Покоение Масленичного столба. 11 участников показали всю свою молодецкую удаль. Но столб покорился самым отважным. Среди них Дмитрий Дураков. Он участвовал в соревнованиях второй год подряд. В прошлом до победы не хватило совсем чуть-чуть. Говорит, оставалось рукой дотянуться, но сил не хватило. А в этом удаче ему улыбнулось. Дмитрий – победитель и обладатель ценного приза. Ну, а вот сейчас повезло. Выиграл ноутбук. Как бы очень доволен призом. Призы отличные. Тренировался долго? Нет, как бы к этому я не готовился. Просто занимаюсь спортом и все. Завершился праздник сжигания Масленичного чучела. Это традиционный обряд прощания с зимой. Сибирскую Масленицу в этом году посетило около 33 тысяч человек. А всего пару лет назад фестиваль собирал в два раза меньше – 10-15 тысяч. Масштабы праздника растут с каждым годом. И неудивительно, ведь люди здесь отдыхают, веселятся и радуются приходу весны. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомелатонином для быстрого засыпания. Формула сна усиленная помогает выспаться за короткое время. Во вторник в восточных районах снег, на дорогах Гололедица, ночью местами изморозь, туман, ветер юго-западный умеренный. Температура в Рубцовске – минус 16 градусов, в Валейске и Заринске – минус 15, 14 морозов в Камнино-Аби, Бийске и Изменогорске, 13 в Славгороде и 11 ниже нуля в Белокурихе. В Барнауле 20 февраля ночью возможен снег, днем без осадков. Ветер юго-западный умеренный, температура ночью – минус 19, 21, днем – минус 7, 9 градусов. И у меня к этому часу все новости. Телефон редакции в Барнауле – 722-440. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Ах, как хочется порой почувствовать себя частью элиты, ну, например, поиграть в какую-нибудь элитарную игру. До гольфа мы еще с вами доберемся, а пока поучимся играть в большой-пребольшой теннис. Вячеслав, ну с чего начать этот большой путь в большой теннисе? Ну, обычно на первом уроке я преподаю и объясняю три основных элемента. Ну, вот удар справа, мы разворачиваемся, бьем. Ракетку обычно первая рука держит ракетку, вторая придерживает здесь, вот здесь за краешек, вот. И мы становимся, это стойка в теннисе. Вот, это стойка в теннисе у нас. Удар справа мы разворачиваемся, ножку эту сюда поставили. И удар, и завершаем за спиной мы. Второй основной у нас удар, мы держим две ручки вместе. То же самое, ставим ножку сюда и делаем удар, завершаем. Это удар слева. Я вам тогда кидаю мячик, вот как раз два-три раза, чтобы вы почувствовали это ударить и завершить мяч. И удар. Отлично. И теперь ударить и завершить. Раз, и завершить. Вот, в принципе, у нас удар справа. Вроде ничего особенного. Бегаешь, отбиваешь, но пот льет в три ручья, хотя минут 15 всего сейчас позанимался. Зарядка, по-моему, для всего тела и для мозга, кстати говоря, тоже. Честно, ну как оно на первый раз? Ну, для первого раза даже очень неплохо, хорошо. И справа удар, в принципе, неплохо. Слева удар понравился. Но слева в большинстве случаев хорошо у людей. А чтобы больше было, конечно, нужны многодневные, многочасовые тренировки, очень много лет.